Следующее отделение называется «Любовь». Я вам сразу могу сказать, еще будет про алкоголь, про любовь и финал. В два часа должны уложиться. Два часа ночи? Да я знаю, что вы до четвертого года пели. Это не мы. А прежде чем начать петь про любовь, я думаю, что по заявке в телевизорите я, конечно, сыграю песню, которая называется «Народ не забыл своего Тараса». Расскажу историю этой песни. Она такова, что много лет назад мы как-то на кухне с одним моим товарищем под водочку придумали целую программу песен. Все очень просто было. Мы находили стихи советских поэтов и писали, ну и придумывали какие-то музыку. В основном, конечно, как я уже говорил, подрезали у кого-нибудь. И я играл целую программу такую, то есть вот этих вот песен, которые назывались «Песни советского подполья». Я читал там стихи и пел песни на музыку одних музыкантов, на стихи других поэтов. Ну, в общем, это как-то было смешно вроде. Вот. И, ну вот эта песня, в том числе, она каким-то образом относительно прижилась. Хотя я редко пою, но, тем не менее, иногда пою ее в концертах. Песня называется «Народ не забыл своего Тараса». Речь, это речь, это не совсем песня. Изначально это речь на шестом пленуме правления Союза советских писателей СССР, посвященном 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, 4 мая 1939 года. Написал эту речь Василий Лебедев-Кумач, всем известный. Вот. Текст в оригинале еще более длинный, чем то, что я вам сейчас спою. То, что я вам сейчас спою, это по большому счету рэп, тезисы. Текст в оригинале.